Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить сообщение о хирургическом лечении хирургопозитивных больных рака молочной железы после неодевантной системной терапии. Конечно же, наверное, одним из самых первых и значимых исследований, говорящих о том, что проведение неодевантной терапии имеет значение для больных рака молочной железы, является представлено на этом слайде исследованием САБИ-18, в котором было показано, что, во-первых, достигается так называемый полный патоморфологический регресс, и было продемонстрировано повышение частоты выполнения органосохраняющих операций 68 до 60%. Также было показано отсутствие различий по показателям безрецидивной общей выживаемости. Это исследование, которое носило первый характер, оно вообще обозначило как таковую эффективность неодевантного воздействия у больных рака молочной железы. Каковы же цели неодевантной терапии, которую мы проводим? Конечно же, основная цель – это достижение полного патоморфологического регресса, что клинически наиболее часто проявляется достижением, в частности, здесь, как пример, рентгенологический и маммографический регресс. Снижение стадии заболеваний является, наверное, одной из самых важных целей неодеванта. Но, опять-таки, скорее всего, это вторичная цель. Наиболее интересной с точки зрения онкологии, конечно, заявляется оценка лечебного эффекта инвива. Как это, может быть, звучит достаточно резко, но, тем не менее, именно в данной ситуации у нас есть субстрат для оценки эффективности лечения. И, в отличие от одеванта, мы четко с вами представляем в ходе неодеванта эффективность предложенного лечения. Конечно же, повышение частоты выполнения орган сохраняющих операций – это тоже очень важная цель на одевантного воздействия. И мы стремимся к этому, во большом счете, конечно же, обозначая эту позицию. Ну и, конечно, уменьшение объема вмешательства на лимфоузлах, в частности, при переходе N+, пораженных лимфатических узлов в N-, в N0, говорит о том, что неодевантное лечение эффективно и, конечно же, приводит к значимым результатам, в частности, к снижению хирургического объема вмешательства. Говоря о различных биологических подтипах, нельзя не сказать о том, что наши воздействия носят совершенно разный характер в зависимости от биологического подтипа, той опухоли, с которой мы имеем дело. И если сегодня мы обсуждаем хер два позитивных пациентов, то, конечно же, первоочередное нужно сказать, что именно у этой группы пациентов мы достигаем достаточно высокого полного патоморфологического ответа при применении современного лечения. Именно эта группа является одной из наиболее интересных и результаты лечения в неодевантном наиболее показательных при применении, опять-таки, современного лечения. С точки зрения хирургии, конечно же, хирурга в первую очередь, ну, может быть, не в первую, но в важную очередь беспокоит местные рецидивы. И риски местного рецидива после неодевантной терапии против одевантной терапии сравнивались достаточно давно. Это мета-анализ представлен еще в 2005 году. Здесь упоминается работа также под руководством Владимира Федоровича Семиклазова, где было показано, что, в принципе, статистически значимых отличий в риске местного рецидива как при проведении неодевантной терапии, так и проведения одевантной терапии после хирургического лечения фактически не существует. Существует ли более высокий риск местного рецидива после неодеванта? Очень часто мы сталкиваемся с вопросом, а не приведет ли ситуация, когда мы откладываем на определенный период времени хирургическое вмешательство, не приведет ли эта ситуация к тому, что частота местных рецидивов будет увеличиваться. На сегодняшний день при оптимальном местном лечении, при выполнении радикального хирургического лечения и при чистом хирургическом крае говорить о том, что местные рецидивы встречаются чаще после проведения неодеванта несколько неправомочно. В МД Андерсене было проведено достаточно большое исследование с участием почти 3000 пациентов, где было продемонстрировано 52% снижение стадии со второй-третьей стадии до первой или даже нулевой стадии. При унивариантном анализе частота местного рецидива 6% при органно-сохраняющих операциях и 10% при органно-сохраняющих операциях после неодевантной полихимиотерапии. То есть разница составляет фактически 4%. И при мультивариантном анализе не было получено различий при коррекции по клинической стадии. Таким образом, говорить о том, что неодевантная терапия приводит к увеличению частоты местного рецидива, наверное на сегодняшний день невозможно. Факторы, которые являются обсуждаемыми и наиболее часто упоминаемыми в связи с риском возникновения местного рецидива. Возраст, стадия процесса, степень дифференцировки все перечислены на данном слайде. Факторы риска имеют конечно же очень большое значение. Но предшествующая сама по себе неодевантная терапия не является фактором риска для возникновения местного рецидива у больных, подвержившись органно-сохраняющим операциям, в частности, после проведения неодевантной терапии. Наверное, наиболее важным с точки зрения хирургии является вопрос о крае резекции. На сегодняшний день при обсуждении этого вопроса самый, наверное, прогрессивный и наиболее часто упоминаемый точкой зрения является то, что негативный край резекции, отсутствие опухолевых краев в окрашенном препарате является тем самым фактором, который достаточен для определения объема удаляемых тканей. Если патоморфолог говорит о том, что в крае резекции нет опухолевых клеток, это более чем достаточно, чтобы говорить об адекватности хирургического вмешательства. Дополнительный отступ, как таковой, не снижает риск местного рецидива. Позитивный же край – это путь к тому, что мы фактически в два раза увеличиваем риск местного рецидива. При позитивном крае никакие дополнительные воздействия, будь то дополнительная системная терапия, будь то эндокринотерапия, будь то увеличение дозы лучевой терапии, проведение тех или иных режимов функционирования не приводит к тому, что частота местного рецидива снижается до того уровня, когда существует негативный край. Поэтому на сегодняшний день можно говорить о том, что обсуждая хирургическое вмешательство у больных HER2 позитивных и у HER2 негативных больных, когда мы говорим об орган-сохраняющей операции, мы должны достигать прежде всего негативного края резекции. Как мы можем достичь негативного края резекции? Ну, прежде всего, мы должны представлять себе, что, удаляя тот или иной объем тканей, мы должны говорить о том, что в зависимости от размера опухоли удаляется соответствующая окружающая клетчатка. И соблюдение отступов в один сантиметр, конечно же, существенно увеличивает объем резекцируемых тканей. Ну, в частности, при диаметре опухоли 3 сантиметра, объем опухоли 14 сантиметров плюс 1 сантиметр 65 сантиметров кубических мы должны удалить с точки зрения хирургии. Это достаточно большой объем ткани. И, соответственно, в геометрической прогрессии растет увеличение объема удаляемой ткани, если у нас остаточная опухоль становится все больше и больше размера. Очень важным моментом с точки зрения проведения неодивантной терапии, независимо от биологического подтипа, конечно же, это то, как регрессирует опухоль. У нас существует фактически два таких направления по уменьшению опухоли тканей. Мы говорим о том, что опухоль может уменьшаться и оставаться одним узлом, и мы говорим о том, что опухоль может уменьшаться, но за счет рассеянных остающихся клеток опухоли и ткани на всей площади, которая существовала до начала неодивантного лечения. Поэтому очень важным моментом с точки зрения хирургии является маркировка краев резекции. То, о чем говорила Анна Сергеевна, но с точки зрения хирурга очень важным моментом является маркировка наружных краев. В частности, в нашем учреждении мы настоятельно рекомендуем и проводим сами этот татуаж по поверхности кожи, когда мы видим края опухоли до начала лечения и можем соответствующим образом оценить размеры опухоли после проведенного лечения. Ну и, конечно же, установка металлических клиз, которая помогает и с точки зрения маммографической картины, и с точки зрения последующей патоморфологической оценки. Непосредственно говоря о хирдопозитивных образованиях, можно сказать, что, конечно же, это тот биологический ипотип, который имеет крайне неблагоприятные характеристики. Эта опухоль достаточно часто встречается в молодом возрасте. Она имеет агрессивное течение с пиками рецидивов метастазирования в течение первых трех лет после хирургического вмешательства. Она имеет очень плохой прогноз с точки зрения системного метастазирования, в частности, с поражением головного мозга. Высокая пролиферативная активность и чаще других подтипов выявляется при воспалительных формах рака молочной железы. Но в то же время, говоря о хирдопозитивных образованиях, можно сказать, что у нас есть возможность проведения таргетной терапии. И проведение современной таргетной терапии фактически может свести к нулю те негативные факторы, о которых я говорил раньше. Более того, на сегодняшний день появляется возможность проведения двойной блокады таргетной терапии, что действительно демонстрирует значительное улучшение частоты достижения полного патоморфологического регресса при применении, в частности, в клиническом исследовании Альта, о котором я говорил, достигает 13% без использованной химиотерапии. То есть существует группа пациентов с хирдопозитивным статусом, в котором проведение только таргетной терапии дает возможность достичь полного патоморфологического ответа. Кроме этого, мы с вами прекрасно знаем, что хирдопозитивное образование имеет высокую чувствительность к антрациклинам, и проведение химиотерапии, стандартной химиотерапии с использованием препаратов антрациклинного ряда также дает возможность достичь очень неплохих результатов полных патоморфологических регрессов. Но при этом нужно отметить, что в больших клинических исследованиях, несмотря на высокую частоту достижения полных патоморфологических регрессов, частота выполнения органно-сохраняющих операций меняется, но не сильно. Не становится чаще выполнение органно-сохраняющих операций даже при увеличении частоты полных патоморфологических регрессов. В частности, исследования Неуальта. Частота полных патоморфологических регрессов – 51%, частота выполнения органно-сохраняющих – 41%. Группа, где идет совершенно другая химиотерапия и достигается полный патоморфологический регресс в 30%, частота выполнения органно-сохраняющих операций – 39%. То есть, фактически, на сегодняшний день можно сказать, что планирование органно-сохраняющих операций не всегда полностью зависит от тех клинических эффектов, которые мы достигаем при проведении Неодевантной терапии. Очень интересное исследование. Оно носило, правда, ретроспективный характер. Проводилось с 2005 по 2012 год. Представлю в Институте Бригоны. Включались неоперабельные больные рака молочной железы. У всех у них, безусловно, был HER2 положительный статус 3+, с местно распространенной формой заболевания. Включались… Проводились три курса стандартной антрациклинсодирающей терапии, с последующим тексатер плюс герцептин проводился или лопатини. Без операции у нас в этой группе было продемонстрировано, для них у наших коллег, без операции у 13 пациентов. Органно-сохраняющие операции были выполнены у 108 пациентов. И вот интересная цифра – 39 пациентов подверглись мастектомине. Выживаемость без местного рецидива среди пациентов, которые подверглись органно-сохраняющему операцию, в принципе, была абсолютно сопоставима. Интересны цифры по поводу мастектомии. 39 пациентов, которые подверглись мастектомии, и почему были сформулированы показания для мастектомии, хирургами представлены на данном слайде. Только у двух пациентов это было желание, чтобы им удалили молочную железу. Таково же было удивление, когда при независимой оценке по результатам изучения данных патоморфологии и пересмотра клинических данных было доказано, что органно-сохраняющая операция могла быть успешно выполнена у 12 из 37 пациентов. То есть иногда мы выставляем слишком агрессивные показания и выполняем более серьезные хирургические вмешательства с точки зрения нанесения хирургической травмы. Поэтому на сегодняшний день органно-сохраняющие операции может быть выполняются недостаточно часто. Я еще раз говорю, может быть, абсолютно не утверждая об этом. На последнем маске было докважено очень интересное исследование, в котором также принимали пациенты с диагнозом рак молочной железы, у которых HER2 рецепторы имели по три плюса. Первичным конечным пунктом, как для большинства наодевантных исследований, было достижение полного патоморфологического регресса. Дополнительными критериями являлась хирургическая составляющая, то есть перспективная оценка влияния нанодевантной терапии на частоту соответствия критериям для проведения органно-сохраняющего операции. То есть в данном исследовании помимо полного патоморфологического регресса очень важным аспектом являлась частота выполнения органно-сохраняющих операций. Местно распространенные формы рака молочной железы, кроме Т4D, HER2-3+, проведение соответствующей химиотерапии по клитоксел и применение таргетной терапии герцептин либо лопатиник в том или ином режиме. 292 пациентки принимали участие в этом исследовании. И обязательным протоколом было то, что перед проведением наодевантной терапии хирург определял возможность выполнения органно-сохраняющих операций и объяснял, почему это происходилось после проведения наодевантной терапии. Также хирург определял возможность выполнения органно-сохраняющей операции и документировал отказ органно-сохраняющей операции. Ну и конечно хирургическое вмешательство после всех соответствующих согласований. Количество органно-сохраняющих операций после проведения неодевантной терапии, то есть отсутствие показаний, было 58% пациентов. Из них у 43% появлялась возможность проведения органно-сохраняющей операции после соответствующего неодевантной терапии. Таким образом, на сегодняшний день можно сказать, что частота выполнения органно-сохраняющих операций и частота достижений полных патоморфологических регрессов при данном исследовании не всегда имела полное совпадение. Но тем не менее, именно частота полных патоморфологических регрессов определяла выполнение данного хирургического вмешательства. А на сегодняшний день можно сделать выводы о том, что по данным всех проведенных исследований, частота конверсии от мастектомии до органно-сохраняющих операции в результате неодевантного воздействия категории больных, которых мы сегодня обсуждаем, превышается около 5%. И, конечно же, частота конверсии прежде всего связывается с частотой достижений полных патоморфологических регрессов. При адекватном объеме хирургического вмешательства, который обеспечивает достижение негативного края резерции при выполнении органно-сохраняющих операций у хердопозитивных больных, именно этот объем операции является безопасным и эффективным способом местного лечения. И среди пациентов после неодевантной терапии, для которых в качестве объема хирургического лечения выбирается мастектомия, порядка 30 пациентов могут быть подверганы органно-сохраняющим операциям. Но что, если не применяется таргетное лечение в неодевантном режиме? Действительно ли все становится настолько печально и невозможно даже обсуждать эту тему? Ретроспективное исследование, которое охватывает тот период времени, когда таргетная терапия в МД Андерс и Центре не применялась, это исследование было опубликовано, в него вошли 595 пациентов, все со всеми биологическими подтипами, из них порядка 16% больных имели хердопозитивный статус. Популяция была хорошо сбалансирована, и все пациенты подвергались органно-сохраняющим операциям при показаниях с достижением негативного края резекции. Выживаемость без местного рецидива была достаточно неплохой. Она демонстрировала то, что независимо от биологического по типу опухоли, проведение неодевантной химиотерапии в принципе является тем методом лечения, от которого мы не имеем права отказываться как такового, особенно при местно распространенных стадиях заболевания. Но тем не менее нужно говорить о том, что с точки зрения хирургии абсолютной целью, которой стремятся хирурги, это негативный край резекции, который должен быть именно отсутствие опухолю клеток в окрашенном крае. Если с точки зрения хирургии этот результат достигнут, то объем хирургического вмешательства выполнен абсолютно по показаниям. Поэтому на сегодняшний день целью хирургического вмешательства, конечно же, является именно негативный край резекции как таковой. Уважаемые коллеги, я тоже хотел бы пригласить вас на конференцию. Буквально через месяц в этом зале будет проходить заседание регионального общества Петербургского онкологического общества и Российского общества онкомомологов «Современные подходы хирургии рака молочной железы». Мы будем обсуждать вопросы онкопластики, биопсии сигнальных лимфатических узлов. И это будет два дня. Первый день будет сообщение, второй мастер-класс из операционных, на который мы вас и приглашаем. Спасибо за внимание. Спасибо. Я благодарю. Вопрос. Спасибо большое, Петр Владимирович. Скажите, пожалуйста, вы же до того, как выполнили неодиуантное лечение с таргетами, без таргетов, до того, как возьмете пациентку на операцию, и пока Анна Сергеевна не скажет вам какой там патоморфоз, вы об этом не знаете, правильно? Абсолютно. Да. На что вы ориентируетесь? Вы выполняете повторную трепан-биопсию данной опухоли, вы выполняете МРТ молочной железы, для того, чтобы понять, было ли абсолютно эффективным неодиуантное лечение и позволяющее выполнить органно-сохраненную операцию. Спасибо. Конечно же, точкой отсчета или последней точкой является заключение, которое нам дает лаборатория, возглавляемая Анна Сергеевна. Но для определения объема хирургического вмешательства на сегодняшний день не только мы, а весь мир использует методы инструментальной диагностики. К сожалению, у нас нет единственного метода диагностики, который бы с высокой частотой говорил о том, что мы достигли того или иного эффекта. Поэтому мы рекомендуем и сами пользуемся несколькими методами диагностики. Это включается и ультразвуковое исследование, и рентгенологическое исследование. Мы пользуемся результатами, которые дают нам наши коллеги из азотопной лаборатории, в частности мамосцентеографии. Мы опираемся на клинический осмотр. И совокупность этих факторов позволяет нам предположить с высокой долей вероятности достижение того или иного эффекта с точки зрения системного воздействия. И объем хирургического вмешательства мы, конечно же, определяем не по патоморфологии, а по данным инструментальных исследований и данных клинического осмотра. Так, еще вопрос, пожалуйста. Микрофон. Петр Владимирович, скажите, пожалуйста, в связи с ростом удельного веса органосохраняющих операций, удается ли вам вспомнить о радиотерапевтах, как известно, показанием для аджевантного курса учевой терапии всегда является органосохраняющая операция, и факторы риска вы сейчас перечислили, удается ли ставить метки на ложе опухоли, что нам, радиотерапевтам, крайне необходимо, поскольку у техники прецизионность лучевой терапии повышается? Безусловно, без наших коллег-радиологов мы не представляем себе органосохраняющее лечение никак. На сегодняшний день сохранение ткани молочной железы в том или ином объеме является фактически 100% показанием для совместной работы хирургов и радиологов. Постановка меток на сегодняшний день после органосохраняющих в онкопластической операции фактически является стандартом, который также прописан в стандарте Российского общества онкомомологов. Мы эти метки помещаем, и, конечно же, именно это является обязательным условием выполнения после органосохраняющей операции лучевой терапии. Спасибо большое. Владимир Владимирович, можно еще вопрос? Владимир Владимирович, буквально вопрос поступил. Да, поступил вопрос, касающийся... Вот вы блестяще осветили возможности органосохраняющих операций, а все-таки при возможности выполнить органосохраняющую операцию, и если этому пациенту будет выполняться мастоктомия, есть ли результаты мета-анализов, которые вы могли сказать, что именно выполнение мастоктомии отразится на увеличении показателей общей выживаемости? Собъем хирургического вмешательства, выполненный по показаниям, влияет ли на отдаленные результаты? Я бы постарался продемонстрировать это, но на сегодняшний день адекватное хирургическое вмешательство не увеличивает частоту местных рецидивов и не влияет никоим образом на отдаленные результаты лечения, общую выживаемость в том числе. Проведение адекватного хирургического вмешательства с последующим лучевой терапией приорганно-сохраняющих операции является адекватным вмешательством в данной категории больных. Спасибо большое. Проведение адекватного хирурга Проведение адекватного хирурга